кошка кошечка кошка дашь привет ты чё спишь ты чё спишь ну-ка давай вставай надо сниматься надо сниматься надо с тобой нам тоже сделать какое-нибудь кошачье шоу да ты будешь сниматься ой ну вся такая важная-приважная всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут алексей и сегодня у нас с вами будет продолжение моего сериала дом 2 я бы сказал дур дом 2 на самом деле это будет продолжение ролика который я вам снял еще в конце уходящего года в декабре месяца я вам показал как у меня протекает ремонт в ванной комнате и в туалете сегодня я решил продолжить потому что есть что показать есть чем похвастаться и покажу сегодня на каком этапе вот в конце января на каком этапе находится у меня ремонт в ванной комнате и туалете поэтому если вам интересно оставайтесь со мной до конца всем приятного просмотра но прежде чем мы начнем мой мой обзор ванной комнаты я бы хотел немножечко с вами поговорить сейчас в интернете появился скандальный фильм алексея навального дворец путина я бы хотел немножечко с вами обсудить эту тему я не мог просто пройти стороной как нормальный человек сейчас по моему ну все кому только ленивый наверное не пас не посмотрел этот ролик на самом деле вот честно я не посмотрел его не потому что я ли не ленивый а потому что я принципиально не хотел себе засирать голову вот этой вот информации дворец это путина не дворец это путина мне вот с большой колокольни если честно вот если в честно я не знаю что так он зацепился за его дворец но построил он себе дворец господи боже мой ну пускай он там живет если честно мое мнение такое я пытаюсь понять и фильмы расследования я его сам не смотрел я только знаете видел какие-то выдержки выдержки в новостях на каналах youtube я посмотрел там какие-то были выдержки говорили вот так вот так вот и сяк вот посмотрел когда молодой человек путину задал вопрос непосредственно его это дворец не его в общем смотрю ну мимо фильма обхожу стороной честное слово не хочу засирать себе голову мне интересно чем это закончится так вот дорогие мои самый главный то вопрос напишите в комментарии вы как считаете дворец это путина или это не дворец путина вот мое личное мнение я не знаю и вроде бы как верится что это дворец его а с другой стороны не верится если он сказал что это не его ну это понятно он таким он так и он так обязан сказать что это не его то почему они не могут сказать че это но не может же такой огромный дворец и никому не принадлежать все равно же он кому-то принадлежит есть хозяин и почему-то никто о нем не говорит но я думаю это глупости мне кажется что журналисты наверное в любом случае бы расследовали бы это и сказали бы ну я не знаю но с другой стороны они говорят что это самый дорогой дворец в мире я не знаю мне кажется в дубае вот эти вот высотные высотки башни мне кажется они самые дорогие в мире я как бы не согласен в общем знаете вот этот фильм он вызывает очень много вопросов вопросов и я до последнего все таки буду склоняться что ну навряд ли это дворец путина мое мнение скорее всего навряд ли это скорее всего какой-то российский олигарх может быть это какая-то компания ли совместно с кем-то построили себе базу отдыха я не знаю мы же не были там а то что от фильме вот это показывается это знаете тоже вилами писано ну так что хрен с ним с его дворцом у меня тоже есть дворец и сегодня я приглашаю вас в свое такое расследование сегодня вам покажу свой дворец ну на самом деле я не буду показывать весь дворец я вам покажу только ванную комнату и санузел как все-таки протекает ремонт сколько денег я потратил смотрите пишите свои комментарии мне очень-очень безумно интересно ну что подошли мы к ванне ванна почти уже почти уже готова осталось а знаете по небольшим мелочам вот например сделать обналичку вот ну что готовы давайте посмотрим ванну на миллион еще вот сразу открыл сразу покажу что будет куплена шторка под ванну будет куплена шторка и понятно что это будет не видно да кто-то посоветовал что нужно вот именно вот так вот сделать чтобы то ванна не ходила ходуном как она бывает и запенили запенили дно ванны ну вот моя стиральная машинка и в принципе знаете не первый год у моих родителей тоже стиральная машина элджи она уже очень давно работает более 20 лет и это не подводила так но это у меня на стирку полосик на стирку вот змеевик змеевичок змеевичок вот такой красивый змеевичок вот такие вот вы знаете оставил вот вешалку это вешалка она мне досталась от старых хозяев она прям так хорошо к змеевику подошла поэтому я решил ее оставить ну что двигаемся дальше вот такой вот замечательный кафель там кстати еще не вытер простите пожалуйста ну ладно вот такая вот шторка у меня уже в предыдущей квартире такая шторка было мне она очень понравилось я решил повториться и заказать приобрести еще раз уже в эту квартиру вот такую вот шторку потому что это очень удобно можно использовать как душевую кабину вот тоже видите куплен для вытяжки куплен дверца куплен она еще тоже не установлена вот такой вот у меня такая душевая обалденно мне но очень понравилось а не знаю очень клевая конечно ну в принципе вот сама ванна и мое отражение в ванне вот ванна в принципе хорошая мне тоже на очень понравилось очень удобная до этого до этого была железная ванна вот единственное минус вот у этой акриловой ванны это то что она то что она остывает то что она остывает довольно быстро да вот этот есть такой минус ну что у меня рядом с ванной рядом с ванной у меня вот такой вот смеситель тумбочка вы знаете тоже в принципе не очень она мне нравится слишком от близкое расстояние но не знаю мне она как-то неудобно но пытаюсь еще конечно к ней привыкнуть надеюсь что привыкну ну вот такая вот вот такая вот тумбочка так что ты что ты прыгаешь камера вот такая вот тумбочка красивая пишите в комментарии нравится ли вам такой дизайн ванны может быть вам не нравится так а и вот вот такое вот зеркало полностью две идёт две дверки идёт две дверки да и здесь иду я вот идут две дверки это мое богатство вверху там шампунь и гели для душа стоят здесь вся такая уходовая косметика здесь тоже идет маленькая дверка здесь тоже в принципе все что все все что нужно для ванной комнаты вот мои ароматы мои ароматы ну про ароматы вы конечно уже видели серию ну что вот в принципе вот в принципе вот еще раз покажу мою красоту мне очень безумно нравится ванна сам дизайн мне очень понравился единственно что знаете еще какой что еще не доделано в ванне это еще с потолком немножечко не ясно пока что будем делать с потолком да вот такой вот косяк мне оставил сантехник вот понимаете нанимаешь профессионалов да вот какого хера вот он не мог это отпилить блять подкой пилить под самый потолок ну чё попало ужас буду думать теперь как это красиво сделать дорогие подписчики напишите может быть у вас какие-то будут варианты я пока только хочу сделать заказать шкафчик еще какую-то полочку что ли вот сюда вот заказать полочку и может быть спрятать в этой полочке вот этот кусок трубы ну надо теперь вот ума не хватило мне надо было следить надо было следить за каждым его шагом вот что у меня какой косячок еще пока не доделана лампа лампа у меня будет хорошая поэтому немножечко снимаю видео немножечко освещение плохое вот еще не знаю буду проводить вот розеточка у меня она находится с этой стороны да и мне надо вот сюда вот к стиральной машине провести провести шнур провести к стиральной машине ну вот в принципе вот вот такая ребята у меня получилось ванна поэтому жду ваших комментариев нравится вам не нравится терпи моя красавица да ну делал то я лично для себя поэтому понятно что многие да многие из вас конечно в этой войне не побывают но тем кто побывает пожалуйста пишите ваши отзывы буду вам очень очень благодарен то касается туалета извините я не не убрал убранство все туалет уже тоже подходит к завершающему этапу то есть сделано практически 50 процентов туалета вот обшиваем стены обшиваем стены чтобы выровнять и к сожалению у нас было запланировано что кафель будет по вот этому уровню вот так вот будет кафель но решили все-таки сделать кафель до конца здесь вот такие нахлёст это чтобы выровнять выровнять стены вот вот такой вот получается туалет тоже потолок будет однозначно будет выровнен гипсокордоном картоном вот здесь у меня счетчики ну в принципе что здесь и требовалось доказать у всех вот такая вот у меня в принципе шахта шахта очень большая вот ну вот в принципе вот такой вот туалет туалет для меня туалет для кошки кстати кому-то кому-то обещал рассказать как я использую у кошки вот эти вот штучки видите у нее лоток с сеткой потому что когда она по маленькому ходит практически здесь ничего не трогается все стекается и моется знаете мне этот вариант очень нравится и вот этих вот штучек хватает очень надолго за счет того что все таки она ходит через сетку поэтому рекомендую если есть возможность приучите кошку к такому лотку это очень выгодно и экономично вот дорогие мои я надеюсь что к моему дню рождения этот ремонт закончится вот такой вот будет туалет туалет да что у меня сегодня за туалет туалет вот пишите тоже комментарии нравится ли вам не нравится ну здесь видите надо все-таки снимать когда будет все закончено как приблизительно в ванне да ну вот в принципе вот такой вот у нас получился влог буду с нетерпением ждать ваши комментарии ваши отзывы понравился вам мой ремонт не понравился естественно поддержим тему навального дворец это все-таки или не дворец путина ну и до встречи в новых видео всем пока 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 скажи за заколебали вы со своими дворцами не даете поспать ребенку да шпи мой вот девчонка спит похрену на все ваши дворцы а